Итак, друзья, здравствуйте! Как я и обещала, у меня сегодня рецепт рулета без муки, реально без муки и без манки. А то, как напишут там, кексы, нет, что там, неважно, кексы без муки. Я такая, вау, наконец-то! Оказывается, на манке. Да лучше с мукой, чем с манкой. Манка в сто раз калорийнее, чем просто белая мука. Вот, значит, первое, что я сделала, почему я сейчас это сделала без вас, во-первых, я неоднократно говорила, что я очень стесняюсь на камеру разделять белки и желтки. Как видите, желтки я все равно разбила. Ну, разбила, я имею в виду вот три целых, а три все-таки порвала. Но в белки ни одного кусочка не попало. При хорошем раскладе у вас должно быть пять крупных яиц. У меня было четыре такие, ну, прям, скажем, мелковатые, да, и два крупных яйца. Вот поэтому у меня шесть штук. Отдельно взбила, взбила белки до пиков. Опять же, почему без вас взбивала? Потому что, если еще больше согреются яйца, то они не взобьются. Вот. Хорошие пики, хорошо стоят. Вот до таких пиков вы и должны взбить белки. А с яйцами будем сейчас, ой, с желтками будем сейчас вместе работать. Итак, что дальше у нас? Вот у меня пять желтков. Шесть желтков. Ну, просто я всегда делаю на пяти желтках, а тут были мелкие яйца, поэтому я сбилась. Я купила творог, как видите, по двести граммов, пять штук, это килограмм. Мне для теста нужно четыреста граммов. У меня два обезжиренных и три пятипроцентных. Давайте я вот так вот помешаю, да. Один обезжиренный. Нет, я не специально так покупала. Я вообще-то хотела все девятипроцентные купить. Забрала то, что было, потому что, как я вам говорила, эта фирма только что появилась на прилавках магазина, поэтому они пока держат очень-очень низкую цену, реально очень низкую цену. Поэтому, сами понимаете, разбирают их моментально. И я не знаю, что будет дальше, но пока они очень вкусные. Я уже покупала этот творог и пробовала. Пакетик ванилина, то есть нынче у меня ванильного сахара. Ну, я делаю это к поездке к сыну, поэтому не стесняюсь. И пакетик разрыхлителя. Для себя я покупаю только ванилин и никогда не использую ванильный сахар. И добавляем по вкусу обычный белый сахар. Хотя, когда я для себя делала три, четыре, это две ложки, три ложки, четыре ложки, пять ложек. Ну, это, сами понимаете, очень такая нестандартная ложечка, Поэтому две эти ложечки никак не тянут на полную столовую ложку. Поэтому я сейчас положила примерно, примерно три вот такие столовые ложки сахара. А, просто я уже знаю. И я сейчас все это смешаю погружным блендером в пастообразную эмульсию. Почему эмульсию? Просто у меня тут вот, где я нахожусь, нет розетки, Поэтому мне приходится перемещаться в другую плоскость. Ну, вот такая вот творожная составляющая у нас получилась. Желтки, творог. В данный момент у меня сахар, разрыхлитель и ванилин. Достаем наши белки из холодильника. Мороженка какая, да? И потихоньку начинаем вмешивать эту мороженку. Потихоньку, снизу вверх, снизу вверх. В творожную массу. Прямо подчерпываем и вмешиваем. Ай, все-таки осели. Вот, чем мне не нравится этот рулет, Его надо делать очень быстро. Без всякого перерыва. А не как я, посижу, постою. Вот такая вот у нас белково-творожная такая. Такое белково-творожное тесто получается. Сейчас я подготовлю противень. В этот раз я обязательно смажу его, наверное, сливочным маслом. Потому что в прошлый раз у меня слегка прилип мой белково-творожный корж к бумаге. Я просто не помню, у меня бумага какая. Но раз прилип, значит не силиконовая. Поэтому просто рекомендую для выпечки покупайте силиконовую бумагу. Ее тогда не надо смачивать, ой, смачивать, смазывать ничем, никаким маслом. Видно, какое тесто. Вот такое прямо. Я много его шерудить не буду, а то оно сейчас утратит пузырьки и не будет подниматься в духовке. Ну вот написано у меня антипригарное покрытие. Даже не знаю, поверить или нет. На ощупь реально есть вот этот силиконовый слой. Ну что, поверить что ли? Давайте я... Да елки-палки. Давайте я поверю. Но последний раз поверю. Итак. Выливаем наше тесто на пергамент. Пергамент обязательно с противенья вы никогда в жизни не оторвете это тесто. И распределяем очень аккуратно. Ага. 1551 раз скажу спасибо тому человеку кто изобрел вот такую силиконовую лопаточку представляете как можно чистенько теперь разравниваем среднее среднее отделение 180 градусов вверх-вниз без конвекции пока у нас выпекается корж мы делаем из остатков ой остатков из остального творога у меня его осталось 600 граммов один обезжиренный 25 процентных делаем что делаем правильно крем сметана у меня тоже этой же фирмы а значит очень как это сказать доступной ценой до по поводу сметаны не могу сказать ничего в зависимости от сухости вашего творога вы и добавляете сметану чтобы из творога и сметаны получился крем так как тесто у меня практически не сладкое там я 6 ложек добавила 3 4 5 6 7 8 и это все мы сейчас погружным блендером опять превращаем крем но что наш бисквит готов проверяем ой 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 как уже все отлеплю крем я тоже сделала сметану больше не добавляла вот сколько добавила я уже не считала сколько там ложечек но чуть больше половины банки в банке 300 граммов то есть примерно 180 я добавила граммов на 600 граммов творога начиня творог был не сухой сметану ориентируемся по сухости творога но до 200 граммов я думаю что уйдет кстати вот у меня сейчас только творожный крем и больше ничего потому что у меня реально нет ничего есть только мандарины но для того чтобы мандарины добавлять в такой рулет их надо зачищать от такой крем вкусный обалдеть их надо зачищать полностью от кошечки мне слабо это делать а вы можете добавить какие-то ягодки я не знаю что еще у меня на на ум идут только ягодки ну то есть что-то прослоить а ну киви да вот киви мне в голову еще пришло что еще клубника вишня сухофрукты чернослив курага изюм все это будет прекрасно сочетаться в этом рулете но у меня будет такой как сказать классический да только бисквит и только крем ждем пока подостынет корж ну что вот я остудила наш бисквит я его просто поставила тут в как на кухне на подоконник открыла окно и поставила я что посмотрела посмотрите с той стороны какой он он как зебра такой полосатенький мне кажется что это намного симпатичнее как зебра мне кажется это намного симпатичнее чем вверх что скажете но с другой стороны тут вот это вот серединка она такая бледноватая наверное я все-таки переверну пусть будут вот эти пупырышки до очень эластичный коврик получается так как сворачиваем вот так или вот так нет наверное вот так итак крем распределяем ой 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 не падай не падай какой вкусный крем просто обалдеть конечно хотелось бы что-то добавить уже когда делаешь первый раз до второй раз и и у тебя все получается то потом хочется сделать что-то такое более интересное но как с ягодками с сухофруктами я жалею что я не купила чернослив хотя с другой стороны чернослив я ведь люблю поэтому тут не факт что тому кому направлен этот рулет понравится чернослив в начинке вообще можно было вишню взять вот это вот точно был бы стопроцентный вариант многовато у меня получилось начинки вот как бы чуть-чуть осталось сейчас я вот эти остатки и предложу бэби а сама пока бу ай 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 ой 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 из-за начинки так сдвигается вместе с бумагой а я бумагу эту хотела сразу вот так видно да и в эту же бумагу я заворачиваю не поднять не поднять сейчас я что-то придумаю вот так вот сейчас сюда прямо вот так эй 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 перекатим видите перекатила и убираю в холодильник на всю ночь прошел примерно час пока рулет постоял в холодильнике давайте я вам покажу как он выглядит на разрезе чтобы я завтра с утра уже этим не занималась вот я обрежу вот эти вот краешки да оставлю их себе остальное за покою и отвезу к сыну вот такой вот он на разрезе очень много начинки очень нежный бисквит но сами понимаете не из чего быть бисквиту как бы не нежным там творог и белки помните да как я его делала вот ночь постоит станет еще более нежным оп и вот такой он у меня леопардовый получился ха 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 все друзья спасибо что вы со мной поготовили приготовьте это очень вкусно а кстати вместо сахара можно любой сахарозаменитель а можно вообще без всякого подсластителя а сделать сладким за счет в начинке ягодок сухофруктов орешков ну сами понимаете да за счет различного наполнителя все друзья пока пока спасибо еще раз что вы со мной были а без вас я бы не приготовила а а а а а а а а а